Всем привет! Меня зовут Глеб и с вами, как всегда, Сигарет нет. Сейчас я расскажу вам о том, как проще всего перейти на парение после курения. Расскажу о лучших девайсах, с которых стоит начать парить. А перед началом ролика я хотел бы попросить вас написать в комментариях о своем первом девайсе. Погнали! Первым делом при переходе с аналоговых сигарет на электронные вам нужно подобрать девайс и жидкость. На сегодняшний день существует просто огромное количество вейпов различных форм и размеров. Если вы не совсем уверены в своем желании, хотите попробовать вейп, но не желаете тратиться на это дело, то я рекомендую вам приобрести пару одноразок. Одноразовая электронная сигарета это обычный вейп с единственным отличием, заключающимся в том, что как только он у вас садится, его нужно выбросить и желательно в специально отведенное место. В чем же плюс одноразки в момент бросания курения? Вы можете приобрести себе сразу несколько одноразок с различными крепостями и вкусами. Таким образом вы поймете, нравится вам парить или нет, заменят ли вам электронные сигареты аналоговые сигареты. Еще одноразки отличаются хорошей сигаретной затяжкой, которая приближена к аналоговым сигаретам. Но еще они помогут вам определиться с крепостью жидкости. Вы попарили одноразку и вам все понравилось, значит можно переходить на более интересные девайсы. Если вы не хотите больших облаков и вам нравится сигаретная затяжка, то первым делом я хочу предложить вам Вики Асмол, Бар Пот или же Джастфок Минифит. Это качественные и очень простые девайсы с прекрасной сигаретной затяжкой и очень хорошей как никотина, так и вкусопередачей. Но если вы хотите больших облаков и более кальянную, то есть свободную затяжку, то смело приобретайте Кнайт 80, Пасита или любой девайс из серии Аегис. Данные девайсы обладают более продвинутыми настройками, но для их изучения понадобится не более одного часа. Есть еще третий тип устройств, можно сказать профессиональные девайсы. Это вейпы, которые в основном состоят из двух частей, а именно батарейного блока и прикрученного сверху атомайзера, или как в простонародье их называют бак или же дрипка. На сегодняшний день существует просто огромное неисчислимое количество вот таких вот батарейных блоков, так что выбрать что-нибудь для себя будет максимально просто, поскольку функционал у них с большего одинаковый. А вот верхнюю часть, бак, атомайзер или дрипку подобрать куда сложнее, поскольку их существует огромное количество, а вкусы у всех разные. Но я вам помогу. Если вы хотите подобрать себе бак с сигаретной затяжкой, то лучшим в мире, по моему мнению, является бак Сирена В2. Это невероятно удобный бак с потрясающей сигаретной затяжкой и отличной вкусопередачей. Я пользуюсь данным баком уже, наверное, более двух лет и до сих пор не хочу его ни на что менять. Теперь о подводных камнях. Самая главная проблема в переходе с аналоговых сигарет на электронные сигареты заключается в выборе жидкости. Лично я рекомендую сразу приобрести жидкость на обычном и солевом никотине. Обычного никотина возьмите 6 и 12 миллиграмм, а солевого 20. Солевой никотин будет не так сильно бить по горлу, но насыщение никотином будет гораздо лучше. Маленький лайфхак. А если же у вас нет желания самостоятельно изучать все эти вопросы, смотреть видео и читать статьи, то вы можете смело прийти в любой вейп-шоп, спросить у продавца, и он вам проведет подробную консультацию о любом девайсе. Кстати, буквально через пару недель парения ваши вкусовые рецепторы очистятся, и вы можете парить жидкости со вкусом фруктов, молочки и даже с выпечкой. Поверьте, вам понравится. Я надеюсь, что данный ролик был полезен для вас. Если остались какие-нибудь вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях, я с радостью на них отвечу. А с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.